всем привет продолжаем рассматривать работы художников бенджамин уэст елена приведенная к парису 1776 год холст масла 143 на 198 достаточно приличная картина по размеру живопись бенджамина уэста имела стремительный голокружительный успех он был первым американским художником получившим образование за границей в риме а затем лондон в английской столице с 1792 года мастер в течение почти 30 лет занимал пост президента королевской академии художеств уэст проснул импозантным и энергичным человеком имел колористический талант но не являлся блистательным живописом однако это не отменяет его большие заслуг в области развития американского искусства он основал собственную мастерскую которая стала первой профессиональной художественной школой воспитавший множество талантливых мастеров в частности гилберта стюарта чарльза пила томаса сами уэст приобрел известность как автор мифологических и исторических сцен на его творчество влияла живопись эпохи классицизма в частности произведений никола пуссона отличающийся строгостью ясной гармоничной образностью и выразительностью колорита на данной картине представлен мифологический сюжет при лечении елены парисом завороженные ее божественной красотой он похищает женщину и отправляется с ней на крит что послужило причиной десятилетней троянской войны интерпретации уэста сюжет показан спуританской сдержанностью так как в американской живописи 18 века существовал отказ от изображения обношенного тела и эротических сцен в образах персонажей холодная целомудренность их позы элегантные движения неторопливые и изящные художник усвоил основные принципы не классицизма в трактовке фигур они напоминают античный рельеф строгой лаконичности композиции линеарно отточенной форме красочные соотношения представлены яркими оттенками торжественно бордового зеленого с добавлением золота серо-голубого в складках рукавов елены но такое описание к работе безжаина уэста елена приведенная к парису нашел в интернете текст по книге великие музеи мира пока пока до свидания а Продолжение следует...